Увы, новогодние праздники уже закончились. Надеюсь, вы их провели прекрасно. Проект по переделке Windows 11 и Windows 7 всё ещё в работе, так как я обожаю мелочи и хочу сделать всё по красоте. Мы всей командой не переставали гореть различными идеями и чтобы никто из аудитории никак не скучал, мы хотим представить новую часть странных сборок Windows. Очередные поиски в Archive.org и наводки подписчиков на творения различных авторов дали результат. Конкретно рассказывать о том, как создаются сборки на основе Windows я не буду. Это тема для следующих выпусков. А на вопрос, как и под чем всё это создают, я уже третий выпуск подряд не могу получить толкового ответа. Не будем затягивать и давайте начнём. Надеюсь, будет очень интересно и любопытно. Первой сборкой, которую мы рассмотрим будет Windows XP without Internet Explorer. Данное творение было выложено на Archive.org пользователем с никнеймом Аврориум в июле 2024 года. Опираясь на название, мы понимаем, что это XP без ИЕ, как бы это максимально очевидно не звучало. Но Windows XP без Internet Explorer? Этот компонент разве был как-то важен? На самом деле, да. ИЕ, если кто не знает, является в системе не только программой для скачивания других браузеров. Он делится на две части. Движок и, собственно, сам браузер. Первое можно встретить в очень многих местах. Начинать с справочной системы и разделов Microsoft Management Console, заканчивая проводником Windows. Без шуток. Наберите в проводнике адрес сайта, нажмите Enter и ваш проводник в ту же секунду превращается в браузер. Нажимаем назад, и оп, у нас снова проводник как ни в чем не бывало. Интеграция налицо. Internet Explorer, несмотря на прекращение в поддержке в 2022 году, до сих пор жив в 11-й винде. Однако Edge уже старается всячески детектить появление этого браузера, показывая тысячу заглушек и напоминаний попробовать их новый, современный, прям а**бранный браузер. Процесс установки совершенно обычный и миллиард раз показанный. Графическая часть здесь выглядит вот таким образом. Все по стилю Windows 2000, реализация экрана установки из XP была вырезана. Сзади него присутствует не менее стильный фон. Вот так будет лучше, кстати. Стандартные тапы в виде ввода имени, организации, ключа продукта и сети остались целыми. Сама установка буквально происходит молниеносно, что слегка удивительно по сравнению с обычной XP. Там вообще хоть что-то осталось. После перезагрузки появляется окно входа в аккаунт. Никаких первоначальных настроек и подобной разноцветной роскоши. Здесь все подготовили за тебя. В системе присутствует только один активный аккаунт – администратор. Вход также происходит молниеносно. Звук приветствия не дошел до конца, а мы уже на рабочем столе и полностью готовы начать свою работу. Теперь приступим к особенностям данного творчества. Проводник из Shell 32 целиком взятый из Windows 7 4.0 с экспишными иконками. Никаких тем и привычного меню пуска, только классика и только хардкор. По словам автора, такое выглядит убогим и, кажется, я понимаю причину данного решения. Быстрое переключение пользователей отсутствует, а плед учетных записей взят из старых Windows NT. Точно также и с установкой и удалением программ. Автор заявляет, что сборка обновлена до самого последнего обновления эпохи XP – до апреля 2019 года. Из встроенного ассортимента программ заметна пропажа Windows Media Player, прочих инструментов, связанных с мультимедиа, обоев, просмотрщика фото и MSN. Игры есть, пейнт есть, жить уже можно. Хотите найти какой-нибудь файл? Забудь об этом! Зубри полный путь самостоятельно! Возможность поиска файлов здесь сломана. Справки тоже нет, ведь самому учиться-то никогда не поздно. Настало время парочки сторонних программ. Супермиум работает совершенно прекрасно. Файлы скачивает, страницы показывает, контент воспроизводит. Total Commander и 7zip также непривередливы. А вот с Microsoft Office 2004 тут беда. Созданные установщиком ярлыки вообще никак не запускаются. Серьезно, я нажимаю много раз на ярлык варда, и он не открывается, в то время как пейнт спокойно запустился. Запуск файла вручную идет без проблем. Компоненты интеграции Microsoft Office с проводником забавным образом ломают последний. В качестве итога могу сказать, что такое на повседневное использование в каких-либо супер древних ПК я бы не поставил. Да и сам автор сообщает, что данная сборка была сделана от скуки. Следующую сборку прислало аж два человека. Ярослав Попков и человек с никнеймом Мистер Вадим Про. Windows XP от Zaba, выпущенная еще в 2018 году. По скриншотам представляет собой сильно урезанную XP с иконками эпохи Windows 10. Выглядит не так интересно. Но покопавшись в интернете побольше, можно узнать, что этот автор делал несколько подобных сборок, однако они уже отличаются от вышепоказанной классики. А мой знакомый, решив скачать это, увидел, что вместе со сборкой также предлагает поддержать сайт с горячими девушками на рабочем столе. В этот выпуск я взял Windows XP Minimal Box от апреля 2018 года. Сборка весит ровно 100 мегабайт. И настало время рассказать главное отличие его сборок от предыдущей в этом выпуске и вообще от всех остальных. Его сборки не ставятся. Ну, они проходят успешную текстовую и графическую установки, но в конечном итоге вся система тупо рушится на моменте запуска и вылетает в синий экран с ошибкой 0x60x7b. Потеря загружаемого раздела во время инициализации. Ни VMware, ни VirtualBox не могут это запустить без какого-либо вмешательства. И какой смысл существования этой сборки тогда? Юзер этого чуда, отзовитесь! А, блин, точно, забыл! У вас же синий экран! Может на реальный ПК поставить? Угу, конечно. Размечтался. То ли проблема с драйверами на контроллеры, то ли это чей-то троллинг, но нам придется, увы, применить велосипеды в виде скрещивания двух образов. Да даже так? Отвратительно. Несколько виртуальных машин, два компьютера, куча эмуляций контроллеров и шин не принесли результата. Эта игра не стоит свеч. Сама сборка вместо проводника содержит кастомизированный Бибелин и Эксплорер Плюс Плюс. Презентуется легковесной, быстрой и нетребовательной. Иногда сборки могут быть не особо крутым решением, а вот подписка на канал — это всегда отличная идея и прекрасная поддержка автора. Ведь вместе всегда интереснее. Следующим творением будет некая Windows 11 by Den, присланная подписчикам с никнеймом Motionarium. Den уже неоднократно был известен выпуском сборок на другие версии — Windows XP и Windows 10. У этой сборки имеется официальный сайт, и во время написания сценария мы заметили, что его сайт помещается антивирусными движками как вредоносный. На официальном сайте проекта говорится, что эта, цитата, является некоммерческим продуктом и развивается за счет вдохновения и наличия свободного времени. Конец цитаты. А чуть ниже присутствует вдохновляющий консервативный текст по типу «множество бесполезных служб», «наглый шпионаж», «магазин приложений» и так далее. Эээ... Окей... Образ весит чуть больше одного гигабайта. Он целиком и полностью на русском языке. Английская версия доступна только через якобы премиум. И об этом мы поговорим попозже. Установщик системы здесь выглядит очень даже хорошо. Тут я могу придраться только к одной вещи. Программа не может автоматически разметить диск, как это может сделать оригинальная реализация. Выглядит все просто. Имя пользователя и имя компьютера. Раздел для установки и по факту все. На начальном экране мы можем посмотреть, что сборка содержит в себе 7-Zip и пару обоев. Сама по себе программу установки очень модульна. Добавление своих драйверов, языков интерфейса, программ, собственных настроек и замена системных файлов. Все осуществляется отдельными скриптами и размещается в предназначенных для этого папках. Только жаль, что часть функции доступна для премиум-юзеров. А сам премиум, внимание, стоит 1000 российских рублей. Забавные факты. Иконки в левой части установщика кликабельны. На главной можно открыть Far Manager, а в разделе выбора диска — Diskpart. Диспетчера задач — нет. Во время установки блокируется сочетание клавиш Shift F10. После входа в аккаунт автоматически открывается вот такой меню пуск. Внимание, спасибо за внимание. Список установленных программ содержит такой расклад. Параметры и архиватор. Что же может быть лучше? А теперь обратимся к справке автора. Как добавить другие раскладки клавиатуры? Скачать архив и распаковать все файлы в System32? Мне нужен магазин, как мне его установить? Скачайте Store и запустите скрипт. Где мне найти калькулятор? Он здесь есть? Есть! System32.slashkalk.exe. Что за бред? Что мешало добавить ярлык калькулятора в пуск? Почему должен об этом заботиться именно пользователь? Точно так же касается и пейнта, и блокнота, и пауэршелла. Или такие ярлыки доступны для премиум-пользователей. Первоначально здесь отсутствует какой-либо доступ к интернету. А почему? Да потому что драйверов на сеть нет. Зато мы сэкономили полторами какое-то место. Вообще кайфарики. Панель быстрого доступа пуста. Некоторые разделы настройки либо закрыты администратором организации, либо выпилены вовсе. Привязать аккаунт Microsoft к системе нельзя. Edge также выпилен. А чтобы установить пароль на учетную запись, нужно нажать Ctrl-Alt-Del и выбрать «Изменить пароль». В стандартных настройках эта функция почему-то удалена. Лол. Немного изучив данное творение, у нас получилось полностью бесплатно восстановить работу магазина, вернуть Microsoft Edge, перевести ОС на английский и починить систему аккаунтов Microsoft. Огромное еще спасибо, что можно отдельно скачать некоторые компоненты, а-ля WSL, Windows Media Player и .NET 3.5. Да, их по стандарту тут тоже нет, если что. Что могу сказать? Почти три тысячи человек пользуются этим чудом, и из них 128 — это премиум. Не смею как-либо осуждать, ведь это их выбор, и мое мнение, наверное, не будет их волновать. Идем далее. Настало время Windows 9. Да-да, между 8.1 и 10 был официальный релиз, который почему-то многие проигнорировали. Это все чистая правда, я проверил. Ладно, шучу. Очередная сборка весом в 4 гигабайта из 2019 года, основная на Windows 8.1 Embedded Industry Pro. Не путайте с более убогой по дизайну сборкой и ранней бета-версии Windows 10. Они ничего общего не имеют. Первоначальная настройка не подверглась изменениям, а вот дальше нас встречает полная переделка Windows 7, но все скругления в системе сделаны под Windows 8. Из модерн-приложений, кроме магазина и настройок, тут ничего нет. Это фишка Embedded 8.1 Industry Pro. Там потребительский набор не поставляется. Из софта здесь Chrome, 7-Zip и Start is Back. Из твиков присутствует 7plus Taskbar Tweaker, Old New Explorer и Aeroglass. Последний ломает систему в нулину. Экран моргает, из аккаунта вылетаем. Тема ломается. Весело. Да, получилось коротко. Да, я рассказал о ней быстро. А что еще о ней можно сказать? Толком ничего. А сейчас настало время перейти к осмотру сборок на основе бета-версии Windows. Да, такие, оказывается, существуют. Windows 10 Spartan. Выпущена в апреле 2015 и основана на бета-версии Windows 10 от марта того же года. Есть две версии. X86 и X64. Тестируем X86. Программа установки меня уже очень сильно обнадеживает. Не сказать, что у автора лютейшая страсть к дизайну, значит соврать. OBE везде хлещет надписями а-ля 10 Spartan и всячески пытается получить доступ к интернету, что нам никак не нужно. Позже расскажу почему. До рабочего стола нас встречает своего рода WPI и без нашего запроса ставится несколько программ. Что-что, а вот Ccleaner явно лишний. И еще забавно, что все предложенные тут программы имеют приписку BossKanai Edition. В остальном, если опустить видимые изменения, то это обычная бета-версия десятки с таймбомбой. Да, если вы синхронизируете время любым способом, через VMware Tools или подключение к интернету, то S перестанет запускать программы и UVP-приложения, ссылаясь на их так называемый «истекший срок годности». А после чего и система просто перестанет запускаться. Хотя с датой 2014 года половина приложений здесь и так битая. Вы думаете, что на этом кастомные сборки на основе бета-версии заканчиваются? Нееет. Как насчет SigmaOS и LayaOS? SigmaOS аж из 2013 года представляет собой кастомную сборку на основе Windows Longhorn. В данном случае за основу взята Windows Longhorn Build 4074 с вырезанной таймбомбой. Сначала встречает нас переделанная среда предустановки системы. Две кнопки, установка и восстановление. Понятно с первого раза. Нажатие второй кнопки предоставляет некоторые инструменты. Редактор разделов, командная строка, менеджер файлов из Windows NT 3.1. Windows PE, кстати, здесь называется как... Ядро LE. Достаточно. Процесс установки никак не отличается от оригинала. А вот про рабочий стол уже плюс-минус можно поговорить. Полностью изменённый стиль. Не такой, как в 4074, но нестабильность длиннорогово в целом как была, так и осталась. Из встроенных программ видно Opera, Paint.net и 7-Zip. По стилю это реально выглядит здоровски, но смысла в этом никакого. Как и LayaOS. Сборка, посвящённая персонажу из пятых героев. Из изменений только фон до кнопки пуск. От установки устаёшь нажимать «Да» на все устанавливаемые системы и устройства. А после сетапа огромное количество кривизны. А что в итоге? А итоги, к сожалению, смешанные. Делать сборки на бета-версии это буквально бредовые затеи, если честно. На релизное-то ладно, но я не устану говорить одну вещь. Каждый творец кто во что гораст. Однако самое лучшее применение сборок – это экономия времени в установке драйверов и программ на свой компьютер. А что вы думаете об этом? Какая сборка здесь показалась вам наиболее адекватной? Пишите об этом в комментариях. На этом пока что всё. Это видео я хотел выпустить на свой день рождения, но немного, увы, не получилось. Однако ничего страшного. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вместе интереснее. Огромное тебе спасибо за просмотр и благодарность людям, поддержавшим канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!